Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Роберт Роцевский, и в сегодняшнем видео мы разберем топ-3 приложения, где можно купить криптовалюту. И первое приложение в нашем списке — это Coinbase. Также мы разберем еще два приложения для покупки — это Coinbase Pro и также Gemini. Но давайте начнем все по порядку. И первое приложение у нас — Coinbase. Какие минусы и плюсы есть в Coinbase приложении? Начнем с того, что приложение Coinbase очень дружелюбное к пользователям, которые ни разу не пользовались подобными приложениями для покупки криптовалюты. Оно очень примитивное и с ним легко разобраться буквально за несколько минут. Также в этом приложении вы можете покупать криптовалюту как через дебетовую карточку, так и через кредитную карточку. Еще в этом приложении можно настраивать так называемые уведомления о ценах. Что это такое? Например, если вы решили для себя, что я куплю 10 биткоинов, когда биткоин упадет до цены 49 тысяч долларов или 40 тысяч долларов, неважно. Вы ставите предупреждение о цене, и приложение уведомит вас, если биткоин вдруг упадет до суммы, которую вы указали. И тогда вы сможете в тот же самый момент, когда это произошло, купить больше биткоинов или любой другой криптовалюты в этом приложении. Также данное приложение имеет двуфакторную антификацию. Что это такое? По сути, это значит, что перед тем, как зайти в приложение, кроме того, чтобы ввести пароль или же отсканировать свое лицо или свой отпечаток пальца, вам также на телефон, на ваш номер телефона или на вашу почту должен прийти пароль, который вы должны ввести, прежде чем войти в приложение. Эта двусторонняя антификация помогает вам в том, что даже если какой-то человек узнает пароль от вашего аккаунта и попытается зайти в него, он не сможет этого сделать без вашего телефона или без вашей почты, потому что на вашу почту или телефон придет пароль, который будет действительно в течение 5 или 10 минут, который вам нужно ввести, чтобы войти в приложение. Также в Coinbase приложении, как и Плюсы, есть некоторые минусы. И один из минусов — это большие комиссионные, которые вы платите при покупке вашей криптовалюты. И в разных приложениях все по-разному. Дальше в этом видео я вам скажу, где вы можете купить криптовалюту с более низкими FI, где вы можете купить с более высокими FI, но зато у вас будут какие-то другие преимущества. Также на сайте Coinbase заявлено, что данное приложение отслеживает, как владельцы данного приложения покупают и продают свою криптовалюту. И, наверное, это все минусы, которые есть в данном приложении. Еще один бонус в данном приложении — это что если вы зарегистрируетесь по чьей-либо ссылке в данном приложении как новый пользователь, например, по моей ссылке, которую я оставлю в описании под видео, то вы и я получим 10 долларов, равноценных к биткоину, после того, как вы сделаете депозит в данное приложение, начиная от суммы 100 долларов и выше. И давайте вообще посмотрим, что это приложение, как оно выглядит, как оно работает и что вообще мы имеем в этом приложении. Сейчас мы находимся в моем аккаунте в Coinbase приложении. На данном момент я имею 600 долларов, точка 77 центов, но поскольку это криптовалюта, она падает, вырастает в цене буквально каждую минуту, а то и каждые несколько секунд, поэтому данная цифра меняется очень быстро. Но на данный момент я имею 600 долларов 77 центов, и мое портфолио раскидано среди нескольких криптовалют, таких как Solana, Cardano, Shiba Inu, Bitcoin, Decentraland, а также Polkadot и Ethereum. И давайте немного более детально посмотрим, что мы видим в этом приложении. На главной странице приложения вам показываются ваши вклады в данном приложении. Если вы в левом верхнем углу нажмете три палочки, вы увидите некоторые настройки данного приложения. Например, в Coinbase есть такая функция под названием Learn and Earn. Что это значит? Если вы нажимаете на Learn and Earn, по сути, они предоставляют как мини-туториалы на несколько минут, 3-5 минут о какой-нибудь новой криптовалюте. Вы читаете эти мини-туториалы, отвечаете на какие-то вопросы, и вам бесплатно дается 5, 3, 2, различное количество, по большей части это до 5 долларов, данной криптовалюты. То есть просто за ответы на вопросы вы получаете бесплатные деньги. Я уже делал несколько таких опросников для криптовалюты, такие как FetchEye, AMP, Stellar Lumens и еще были несколько других, но они на данный момент уже не показываются. Также в Coinbase есть функция, что вы можете позаимствовать деньги у приложения и вложить их в криптовалюту, в надежде, что криптовалюта выстрелит. Вы платите обратно этот кредит, заплатив какие-то поверх еще налоги минимальные. И, по сути, можете подняться на криптовалюте таким образом. Но я, если честно, так никогда не делал и вам не советую. Но вы делаете свои собственные расчеты, поиски и делаете то, что вы считаете правильным. Также в Coinbase есть некоторые криптовалюты, на которых вы можете зарабатывать какой-то процент просто за то, что вы их держите. По сути, это то же самое, что если вы, например, отнесете свои деньги в банк и положите их на сберегательный счет, и вам будут капать какой-то процент. Здесь то же самое. Если мы нажмем Earn up to 5% API и посмотрим, на каких криптовалютах можно зарабатывать проценты. И это всего три криптовалюты для меня. И я говорю для меня, потому что я живу в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке ситуация с криптовалютой немного ограничена. Например, многие приложения для инвестирования в криптовалюту недоступны в Нью-Йорке. И, например, Coinbase, он доступен в Нью-Йорке. Однако мы не имеем всех криптовалют, которые есть в Coinbase. Потому что у меня есть друзья, которые живут в других штатах, у них тоже есть приложение Coinbase. И у них в самом приложении намного больше самих криптовалют, в которые можно инвестировать и на которых можно зарабатывать процент, нежели чем у меня в Нью-Йорке. Потому что у меня их только три. Это Algorand, на котором можно заработать 4% годовых, DAI 2% годовых. И USD Coin 0.15% годовых. Например, я слышал, что у некоторых моих друзей уже даже появилась опция, что вскоре они могут положить свои деньги в новый Ethereum, которого скоро будет релиз, и зарабатывать там до 5% годовых от вклада в Ethereum. Но, как вы видите, у меня в приложении такого нет. Еще, как я вам говорил до этого, здесь есть опция «Пригласить друзей». И, как вы можете видеть, если вы приглашаете друзей, то есть переходите по чьей-то ссылке в приложении, регистрируйтесь, инвестируете 100 долларов или выше, вам дают 10 долларов в биткоинах, что, по сути, является бесплатными деньгами от этого приложения. И мне, и вам. Также данное приложение имеет опцию «Отправлять подарок другу». По сути, если вы хотите отправить своему другу криптовалюту, вы просто нажимаете сюда «Отправить подарок». Выбираете, какую криптовалюту вы хотите отправить своему другу. Например, это будет «Солана». И, например, вы хотите отправить 50 долларов равносильных «Солане», что на данный момент 0.4, 0.56 и так далее. Нажимаете «Континью». И здесь вы можете либо выбрать из своих контактов, которые уже есть в этом приложении, либо же добавить какой-то новый контакт для отправки. Здесь вы пишете email, адрес и все остальное. Но я не буду этого делать, потому что я не хочу никому пока ничего отправлять. На основной вкладке приложения под названием «Assets» вы видите все ваши вложения в криптовалюту, а также график вашего общего портфолио в криптовалюте. Например, за один час мое портфолио упало с пика 619 долларов до 594, и теперь восстановилось до 601. За день я тоже немножечко упал. За неделю я упал с пика 713 долларов до 595, за месяц с 882 до 595. За год у меня показываются немного неверные данные. Они верные, но они показываются с момента, когда я открыл приложение и начал туда инвестировать. А это было в апреле 2021 года, 27 апреля. И я просто зарегистрировался в приложении, и вот эти 5-4 доллара — это те бесплатные 5 долларов биткоина, которые я получил тоже, зарегистрировавшись по ссылке друга. И больше до 24 августа я не вкладывал туда деньги. Поэтому вот эта ровная линия — это тот момент, когда я просто зарегистрировался, но не пользовался приложением. После 24 августа я уже активно пользуюсь данным приложением и начал вкладывать какие-то более серьезные деньги, чем 5 долларов. И вот как оно падало, росло за все время. Следующая вкладка — это Trade. Trade — это вкладка, на которой вы находите криптовалюту, в которую вы хотите инвестировать и можете вложить в нее деньги. И здесь также есть некоторые вкладки, такие как криптовалюты, в которые люди сейчас больше всего вкладывают, какие-то watch-листы. Это, по сути, просто лист, который вы сами можете создавать для отслеживания каких-то конкретных криптовалют. Также вы можете видеть, какие новые криптовалюты появились в данном приложении, все криптовалюты, что здесь есть, те, которые выросли за сегодня, те, которые упали за сегодня. И также здесь можно добавить опцию, чтобы приложение автоматически инвестировало деньги в криптовалюту в разном промежутке времени. Например, там, каждый день, каждые три дня, неделя, месяц, так как вы установите сумму, которую вы выберете, криптовалюту, в которую вы хотите инвестировать. Сверху есть колокольчик, который обычно уведомляет вас о том, какая криптовалюта упала, выросла и на сколько процентов в течение дня. Например, последние три уведомления, которые у меня есть, это что Ethereum упал на 5,49%, Bitcoin Cash упал на 6,90% и Bitcoin упал на 5,51%. И последняя вкладка, которая есть в данном приложении, это Pay. И эта вкладка показывает нам, что данное приложение имеет опцию оформления кредитной карточки, в которой будут лежать ваши вклады в криптовалюту, которыми вы реально можете оплачивать какие-то вещи в магазине, как обычной любой кредитной карточкой. Только по сути деньги будут списываться с ваших вкладов в криптовалюту. И давайте теперь рассмотрим второе приложение, которое существует для инвестирования в криптовалюту. Называется оно Coinbase Pro. Coinbase Pro считается немного более сложным для понимания, чем Coinbase, поэтому новичкам советуют начинать сначала с Coinbase, чтобы более-менее разобраться вообще, что такое криптовалюта, как в нее вкладывать, как ее продавать, что вообще нужно делать. А Coinbase Pro уже более такое продвинутое для более продвинутых пользователей. Но на самом деле, то, что я сейчас сказал, это я прочитал описание в интернете, но лично для меня не было особо никакой разницы, что разобраться в Coinbase приложении за пару минут, что разобраться в Coinbase Pro. Поэтому не считаю, что оно намного сложнее, чем Coinbase. И первая вкладка в этом приложении — это Markets. По сути, она просто показывает всю криптовалюту, в которую можно инвестировать в данном приложении. Такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, ADA, Dogecoin и многие другие. Следующая вкладка — это ваше портфолио, к которому показывается, сколько денег у вас инвестировано на данный момент в данном портфолио, а также расписано в процентном соотношении и деньгах, какая часть во что инвестировано. Например, у меня портфолио в районе 330 долларов и 52%, что равносильно 171 доллару, инвестировано в Ethereum. 24.6%, что равносильно 81 доллару, инвестировано в Bitcoin. 23.16% инвестировано в Solano, что равносильно 76 долларам. Также 0.19% или 0.62 доллара у меня просто как закинутые деньги в приложении, которые никуда не инвестированы. Следующая вкладка — это Orders, что, по сути, означает все ваши покупки в данном приложении. Как видите, я немного покупал в этом приложении, потому что изначально я пользовался Coinbase, но сейчас всю криптовалюту я покупаю исключительно в этом приложении. И вы можете видеть, что я покупал 4 декабря Ethereum. И здесь пишется, сколько я купил Ethereum и по какой цене они были. Но не показано, сколько я заплатил за эту транзакцию. Первая транзакция была куплена 0.02527 Ethereum по цене 3937. Потом я купил Bitcoin, потом опять Ethereum и еще я покупал здесь Solano. И последняя вкладка в этом приложении — это настройки. В настройках ничего особенного нету. Здесь просто пишутся какие-то ваши данные, пишутся, какие фи за приложение, какие лимиты в данном приложении, какой есть уровень безопасности в данном приложении, вкладка поддержки и, по сути, информация и выход из приложения. Но по поводу фи и поддержки мы поговорим в общем обо всех приложениях. Я сравню, какие фи и какой уровень защиты у Coinbase, у Coinbase Pro, а также у последнего приложения, которое мы будем сейчас рассматривать — Gemini. Сейчас мы находимся в моем портфолио в Gemini. В данном портфолио у меня есть 810 долларов 57 центов. И на главной странице мы видим, сколько у меня в портфолио. Какие-то новости по приложению. Также мой собственный watch-лист. По сути, это то, что и было в Coinbase. Вы просто настраиваете криптовалюты, которые вы хотите видеть в вашем листе. Также здесь есть те криптовалюты, которые сегодня двигались больше всего. Либо они сильно упали, либо они сильно поднялись. И какие-то ресурсы, которые помогают вам в обучении, что такое криптовалюта. Или в обучении конкретной криптовалюты, как, например, Bitcoin. Следующая вкладка в этом приложении называется Markets. В этой вкладке мы видим также все криптовалюты, доступные в данном приложении, которые вы можете купить. Их здесь, как вы видите, довольно много. Также вы видите здесь звездочку, что означает ваш watch-лист. То есть ваш лист для конкретных криптовалют, которые вы сами добавили. И те криптовалюты, за которыми вы хотите наблюдать. Дальше мы видим сегодняшние криптовалюты, которые больше всего поднялись или упали. Дальше мы видим криптовалюты, которые не то что сегодня, а вообще в принципе криптовалюта, которая более всего покупается или продается на рынке. И, конечно же, первые криптовалюты это Bitcoin и Ethereum. Следующие мы видим криптовалюты, которые недавно появились в приложении. Это Doji Longcoin. Дальше появилось новое подразделение, что довольно интересно, как все быстро развивается. Это подразделение Metaverse Coins, которые вы можете купить. Как вы помните, у меня было видео про NFT, в котором я рассказывал, что такое NFT, как это все работает, как это все происходит. И также я упоминал там Metaverse. Это одно из популярных направлений, когда вы можете купить виртуальную землю в метавселенной. И вот для этой метавселенной, для этой метавземли есть различные коины. Такие как Axi, Gala, Decentraland, Sandbox. Наиболее популярные из них, которые я знаю, это Decentraland и Sandbox. Дальше мы видим DeFi коины, NFT платформ коины и Stable коины, что по сути обозначают коины, которые практически никогда не меняются в цене. Например, если вы инвестируете в коин под названием Gemini Dollar, это собственная монетка Gemini, в которую вы можете положить деньги и получать с этих денег 8% годовых, просто за то, что они лежат вот в этой монетке. И прошу заметить, ни один банк, особенно в Америке, не знаю как в других странах, но в Америке точно, не даст вам 8% годовых ни при каком раскладе. Например, у меня некоторая часть денег лежит в банке на сберегательном счете. Мне платят 0.01% годовых, что даже какая бы огромная сумма там не была, это ничто. Так что, возможно, если вы доверяете приложению и не боитесь инвестировать туда деньги, возможно, это хорошая перспектива инвестировать деньги в коин, который никогда не будет меняться и всегда будет стоить 1 доллар, и положить туда деньги и получать 8% годовых. Следующая вкладка в этом приложении очень полезная, потому что она отличает это приложение от остальных тем, что вы можете зарабатывать в этом приложении просто за то, что ваши коины хранятся в нем. И она называется Earn. Например, как я уже говорил, если вы ложите деньги в Gemini Dollar, вам платят 8% годовых. В биткоине вам будут платить 1.49% годовых. Эфириум же вам будет платить 1.76% годовых. Литикоин 1.73% и так далее и тому подобное. Также здесь есть много коинов, которые платят большие проценты, но эти коины не очень популярны, поэтому большинство не инвестируют в них, потому что, по сути, это как пузырь. И это коины, в которые вы инвестируете, но в них нет никакой идеи. Например, за биткоином есть идея, что биткоин это как будто если вы хотите купить золото, но вы хотите его купить в цифровом варианте. И вот биткоин репрезентирует золото. Эфириум репрезентирует быстрые транзакции, как если вы оплачиваете карточкой, то же самое оплачиваете эфириум. А такие коины, как, например, коин, который платит 7.25% Filecoin, про него ничего не известно. За ним нет никакой идеи и нет никакой гарантии. Даже если, например, сейчас этот коин стоит 100 долларов, нет никакой гарантии, что он будет продолжать стоить 100 долларов или вообще вырастет. Возможно, он вообще упадет до 1 доллара и вы потеряете все свои деньги. Так что я ни в коем случае не советую вам куда-либо инвестировать или вкладывать ваши деньги. Я не финансовый помощник и не могу советовать вам что-то такое. Вы инвестируете туда, куда вы хотите и куда вы считаете правильным инвестировать. Я просто рассказываю вам, как работают приложения и вообще как ими пользоваться. И последняя вкладка в данном приложении — это ваше портфолио, где вы видите ваш текущий счет в этом приложении. В моем случае это 810 долларов. И вы можете посмотреть статистику, как растет портфолио с вашей криптовалютой. Например, за день у меня минус 5.32%, за неделю у меня минус 8.24%, за месяц минус 20.54%, 3 месяца минус 14.72% и за год плюс 89%. И еще здесь снизу показывается, на каких криптовалютах я зарабатываю процент. И я перевел всю свою криптовалюту на зарабатывание процента. С биткоина за 30 дней мне платится 0.57 долларов, с эфириума 0.40 долларов, с лайткоина мне платится 0.05 доллара и с фантома меньше чем 0.01 доллара. Также здесь есть такие кнопки, как посмотреть вашу историю транзакции, сделать депозит в приложении, снять деньги с приложения. Как и в Coinbase вы можете поставить уведомления на то, например, я хочу получить уведомление, когда биткоин дорастет до 40 тысяч долларов. Или упадет до 40 тысяч долларов. И тогда для вас, например, это будет знак, что надо покупать биткоин или надо продавать его. И, конечно же, здесь есть покупка, которая будет делаться автоматически, в зависимости от того, как вы настроите. Называется Requiring Buys. И, например, вы можете настроить, что каждую неделю я хочу инвестировать 100 долларов в эфириум и 100 долларов в биткоин. А теперь давайте немножко разберем, какие основные различия и основные схожести в приложениях. И начнем мы с плюсов, которые есть в приложениях. В Coinbase у нас есть дружелюбный интерфейс, который легок для понятия. Также в Coinbase можно покупать и продавать криптовалюты через кредитную карточку и через дебетовую карточку. В Coinbase у нас есть двуфакторная унтификация. И также в Coinbase мы можем настраивать уведомления, когда цена на криптовалюту повысится или снизится, чтобы купить ее по более выгодной цене или продать ее по более высокой цене. Но минусы в Coinbase это то, что Coinbase имеет одни из самых больших фи. И также есть информация, что те, кто пользуется приложением Coinbase, само приложение следит за тем, на какую криптовалюту и сколько вы потратили и сколько вы сняли с этой криптовалюты. Следующее приложение это Coinbase Pro. И в приложении Coinbase Pro у нас также есть двуфакторная унтификация. Оно показывает более сложные графики, но если в них разобраться, они более точные, чем показывается в Coinbase. И еще он дает нам возможность не просто покупать криптовалюту для цены, которая существует на маркете, а также вы можете купить криптовалюту, поставив Stop Limit Order и также Limit Order. В чем разница между Limit Order и Stop Limit Order? Разница в том, что, например, если это Limit Order, то там все просто. Вы пишете, что максимальная цена, за которую я хочу купить или продать биткоин, предположим, 40 тысяч долларов. И как только биткоин падает или поднимается до 40 тысяч долларов, вы покупаете или продаете в зависимости от того, что вы настроили. Но что же такое Stop Limit Order? Там все чуть-чуть сложнее, но не настолько, чтобы сильно опугаться этому. Stop Limit Order работает так, что сначала вы пишете цену, например, если вы будете продавать какую-то криптовалюту, вы пишете в Stop Order ту цену, после которой вы хотите, чтобы приложение автоматически приготовило продажу вашей криптовалюты. Следующее вы пишете Limit и лимит, за который вы продадите эту криптовалюту. Например, предположим, что биткоин стоит сейчас 50 тысяч долларов. Вы поставили Stop Order на 49 990. Когда биткоин упадет до суммы 49 990, он автоматически сделает ордер, чтобы продать криптовалюту. В Limit вы пишете ту цену, за которую вы готовы продать, чтобы у вас не было больше потерь, чем вы уже имеете. Например, биткоин упал с 50 до 49 990. Вы поставили этот ордер на продажу. И в Limit Price вы ставите чуть-чуть меньше, например, 49 950. То есть, если биткоин начнет падать еще ниже, с 49 990 до 49 950, на 49 950 вы продаете биткоин, чтобы у вас больше не было потерь. И эти цифры вы можете менять сами, в зависимости от того, как вы это хотите сделать. Вот так вот, по сути, и работает Stop Limit Order. И вот этим он отличается от обычного Limit Order. И, грубо говоря, единственный минус, который я нашел, и который люди пишут насчет этого приложения, чем оно хуже, чем Coinbase, это просто, что оно чуть-чуть сложнее. Но во всех остальных аспектах, если вы разберетесь в нем, то оно намного более выгоднее, чем инвестировать деньги в Coinbase. И во многом вы это заметите, когда вы будете платить фи за покупку криптовалюты. Потому что фи в Coinbase и в Coinbase Pro отличаются колоссально. И, например, фи в Coinbase 0,50% за каждую транзакцию. Плюс, дополнительно, в зависимости от того, используете вы банк или используете вы кредитную карточку для инвестиции, еще накидывается дополнительный процент. Например, в Coinbase фи это 0,5% за каждую транзакцию. И также 1,49% дополнительно, если вы инвестируете через банковский аккаунт. Но, если вы инвестируете через просто банковскую карточку, а не посредственно через банковский аккаунт, то это дополнительно не 1,49% за карточку, а 3,99% за инвестирование через кредитную карточку. Однако, в Coinbase Pro ситуация немножко другая. В Coinbase Pro все фи градируются от 0%-0,50%. И этот процент зависит от суммы, которую вы инвестируете в приложение. Я оставлю таблицу в описании под видео, где вы можете увидеть, в зависимости от какой суммы с вас снимается какой процент. Но, чтобы вы понимали, чем больше сумма вы инвестируете в Coinbase Pro за раз, тем меньше процент с вас снимает само приложение. И максимальный процент это 0,50%. Это в разы меньше, чем в обычном Coinbase. И также давайте еще раз берем отличия приложения Gemini. Как мы уже помним, Gemini имеет все те же возможности, что и приложение Coinbase, Coinbase Pro. Но у него есть один бенефит. То, что в этом приложении вы можете получать процент от ваших инвестиций. И небольшое отступление от этого. Несмотря на то, что в Gemini, например, за биткоин вы можете получить 1.49% годовых. Это на самом деле маленький процент, если сравнивать с другими приложениями, где можно получать проценты за инвестирование в биткоин или эфириум или другие криптовалюты. Например, одно из таких приложений называется BlockFi. Когда-то я хотел зарегистрироваться на этом приложении, но, к сожалению, я не смог этого сделать по одной простой причине. BlockFi не работает в Нью-Йорке. Как вы уже помните, я говорил, что в Нью-Йорке есть некоторые запреты на криптовалюту и также запреты на приложения для инвестирования в криптовалюты. И поэтому, к сожалению, пока я живу в Нью-Йорке, я не могу инвестировать в BlockFi и получать намного более высокий процент за инвестирование в биткоин или эфириум, чем нежели я получаю сейчас. Это такое небольшое отступление для вас, чтобы вы просто были в курсе, если вдруг вы инвестируете в криптовалюту, но хотите получать более высокий процент и не живете в Нью-Йорке. Во всем остальном, приложение Gemini, в принципе, очень похоже на тот же самый Coinbase. И что насчет Fee в приложении Gemini? Если вы инвестируете в приложение Gemini 10 долларов или меньше, вы платите 0.99 долларов Fee. Дальше, если вы инвестируете больше 10, но до 25 долларов, вы платите 1.49 долларов Fee. Если вы инвестируете от 25 до 50, вы платите 1.99 Fee. От 50 до 200 вы платите 2.99 Fee. И если вы инвестируете больше, чем 200 долларов за раз, вы платите 1.49% Fee за эту транзакцию. Вот и вся ситуация с Fee в приложении Gemini. Также данные приложения, как Coinbase, Coinbase Pro и Gemini имеют свои лимиты, сколько вы можете инвестировать за раз, сколько вы можете снять деньги за раз. И это все можно найти прямо в приложении, вам не нужно далеко ходить. На примере Gemini я скажу, что в день вы можете инвестировать 5 тысяч долларов или вы можете инвестировать 30 тысяч долларов в месяц, лимитировано в приложении Gemini. Что касается снятия денег с приложения, в день максимально вы можете снять до 100 тысяч долларов с приложения Gemini. Основные лимиты на снятие или вкладывание денег в приложения, такие как Coinbase или Coinbase Pro, вы можете найти на официальном сайте, но все это примерно одинаково. Также я хочу вам показать, как в данных приложениях, то, что мы сегодня рассмотрели, такие как Coinbase, Coinbase Pro и Gemini приложения, как во всех этих приложениях вы можете реально купить криптовалюту. И начнем мы с приложения Gemini. Когда вы заходите на приложение Gemini, то во вкладке Trade вы видите все криптовалюты. И, например, мы хотим купить биткоин. Мы нажимаем на биткоин и на биткоине мы видим график биткоина. Мы можем посмотреть любой график за любой промежуток времени. Если вы хотите купить или продать биткоин, вы нажимаете кнопку Trade. После этого, если мы хотим купить, мы нажимаем Buy. И здесь мы пишем сумму, на которой мы хотим купить биткоин. Вы можете выбирать, с какого аккаунта вы хотите купить биткоин. Это может быть кэш, который у вас есть в самом приложении, либо ваш банк, либо какой-то трансфер. И вы здесь пишете сумму. Например, мы хотим купить биткоина на 50 долларов. И вы также можете выбрать, это будет одна покупка только сейчас. Или вы хотите настроить покупку, которая будет происходить ежедневно, еженедельно, в начале или в средине месяца, или каждый месяц. Если вы нажмете на кнопочку около суммы, эта кнопочка покажет вам, сколько биткоина вы можете купить за сумму, которую вы ввели. И мы видим, что за 50 долларов я могу купить 0.00135094 биткоина. По сути, это весь процесс, как вы можете купить криптовалюту в Coinbase. Когда мы заходим в приложение Gemini, мы также нажимаем, например, Bitcoin. Также нажимаем Trade. И здесь, по сути, мы видим чуть-чуть другие опции. Купить, зарабатывать на биткоине и снять биткоин с зарабатывающего аккаунта. В Gemini есть два аккаунта. Это один аккаунт, где вы можете просто хранить вашу криптовалюту. И один аккаунт, где вы можете хранить криптовалюту и зарабатывать на ней те проценты, что я вам рассказывал в этом видео. Например, мы просто хотим купить биткоин. Нажимаем Buy и здесь мы видим две опции. Купить сейчас один раз или мы хотим поставить покупку ежедневно, еженедельно, ежемесячно или как вы настроите. Например, мы хотим купить только сейчас. И также мы вводим сумму 50 долларов. Нам показывает, сколько биткоинов мы можем купить. Дальше вы сможете нажать Continue и купить биткоинов на эту сумму, если у вас достаточно средств на аккаунте. Или если вы покупаете с вашего банковского аккаунта. И в последнем приложении Coinbase Pro все чуть-чуть сложнее, чем в двух предыдущих приложениях, но не так сложно, как это может показаться. Чтобы купить здесь криптовалюту, например, биткоин в приложении Coinbase Pro, вы не можете просто нажать, например, на биткоин и просто купить его. Потому что даже если вы нажмете, например, Deposit, это имеется в виду, что у вас есть еще один какой-то аккаунт, где вы храните вашу криптовалюту. И вы хотите перенести, например, с вашего того аккаунта на этот вашу криптовалюту или наоборот. Но это не совсем то, что мы хотим. Мы хотим купить нашу криптовалюту за деньги с нашего банковского аккаунта. И чтобы это сделать, в Coinbase Pro у нас есть так называемый CoinUSDollar. Если вы нажимаете в US$ и нажимаете Deposit, то здесь мы можем занести наши деньги в аккаунт Coinbase Pro непосредственно с нашего банка. Как видите, здесь мы имеем опцию «Банковский аккаунт». Ежедневный лимит вноса денег с банковского аккаунта на ваш аккаунт Coinbase Pro составляет 35 тысяч долларов. Если мы нажимаем на наш банковский аккаунт, то мы видим, что деньги будут депозироваться с банковского аккаунта на наш Coinbase Аккаунт. И здесь вы просто пишете сумму, которую вы хотите внести, например, 50 долларов. И у нас нет никаких фи за то, что мы сюда депозируем деньги. Мы платим только фи, когда непосредственно покупаем или продаем криптовалюту. И дальше просто вы можете нажать «Превью». И если я реально хочу занести эти 50 долларов в мой аккаунт в Coinbase Pro, я должен нажать «Confirm Deposit», но я не буду этого делать, потому что я сейчас не хочу этого делать. И это были наиболее простые способы, как можно купить криптовалюту через три разных аккаунта, которые мы сегодня посмотрели. Надеюсь, я смог доступно объяснить, как это все работает. И на сегодня это все, что я хотел бы вам рассказать сегодня о этих трех приложениях, в которых я инвестирую в криптовалюту. Если вы также хотите инвестировать в криптовалюту в этих приложениях, вы можете зайти по моим ссылкам внизу в описании под видео и получить бесплатные деньги. Равноценный, например, в Coinbase 5 долларам биткоина или в Gemini 10 долларов биткоина. То есть, по сути, за две регистрации вы получите уже бесплатно 15 долларов, равносильных биткоину. Что уже довольно неплохо. Бесплатные деньги просто за регистрацию. И однако есть одно условие в этих приложениях. Вы получите деньги не просто за то, что когда вы зарегистрируетесь, а после того, как вы инвестируете еще 100 долларов. И если у вас есть друзья, у которых уже есть приложение, вы можете зарегистрироваться по их ссылкам, чтобы вы и ваши друзья получили 5 долларов или 10 долларов бесплатного биткоина. А на этом я хотел бы закончить это видео. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Надеюсь, вы узнали что-то новое в этом видео. И теперь вы сможете более спокойно инвестировать в криптовалюту и более спокойно знать и понимать, где и как это можно сделать. Надеюсь, вам было полезно это все узнать. И если вам понравилось данное видео, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, если вы все еще не подписаны. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok